Власти региона решили предусмотреть меры ответственности в отношении опекунов и приемных родителей за возврат детей. Инициатива принадлежит главе региона Игорю Куршину. Статистика печальная. В текущем году 14 ребят вернули в различные детские учреждения, семьи, которые взяли на себя обязательства по их воспитанию. Согласно законопроекту, такие граждане обязаны будут вернуть средства, которые они получили в качестве мер соцподдержки. Подробности в нашем сюжете. Татьяна Ивановна педагог по образованию. Занимается воспитательной работой в Нинницком аграрно-экономическом техникуме. Вот уже три года она приемная мама 14-летней девочки. За это время случалось разное. Все-таки подростковый возраст дает о себе знать, но любую ситуацию всегда решали полюбовно. Просто садились за стол и разговаривали. Силой слова решали любые проблемы, говорит Татьяна Семяшкина. Ни разу за прошедшие годы не возникало мысли расстаться со своей воспитанницей. Не надо ребенка переделать, подстраивать под себя. Нужно его принимать таким, какой он есть. И даже, может быть, где-то самому поменяться. Вот что-то в себе пересмотреть, потому что мы взрослые люди. Это ребенку тяжело. Тем более, представляете, он приходит в другую семью, у него уже изломанная психика, у него нервная система вся искорежена. И попадая в другую семью, он начинает, конечно, что? Он вначале видит негатив, и ему кажется, что к нему плохо относятся. А нужно вот эту, мне кажется, черту как-то в первый момент их сгладить. По данным отдела опеки и попечительства, сегодня в различных учреждениях округа проживает 141 ребенок-сирота. Под опекой находится 146 детей, в приемных семьях 83. В текущем году семью обрели 63 ребенка. Это на 31 больше, чем в прошлом. 18 детей установили в основном приемные родители. Под опеку и попечительство попало 24 ребенка. 21 взяли на воспитание приемные семьи. Эту положительную динамику испортила строка возврат. 14 детей-сирот в этом году вернулись туда, где они уже были однажды оставлены. 12 из них приемные родители и опекуны вернули по собственному желанию. Причина однообразная. Не справились, не рассчитали собственные силы. Вернули 14 детей. В этом году 14 детей. Да. Это рекорд, это позор, это кошмар, это вообще невиданные цифры. Принятие ребенка – это очень, очень серьезный шаг. И граждане, которые берут этих детей, они просто обязаны понимать, что они делают. Они обязаны осознавать сами. То есть, если ребенок может не осознавать, то эти граждане обязаны осознавать, на какой шаг они идут. Принять в свою семью совершенно чужого ребенка с чужими генами. Каждая семья, желающая взять ребенка на воспитание, проходит строгий контроль. Доходы, жилищные условия, состояние здоровья, отсутствие или наличие судимости и даже окружение потенциальных опекунов и приемных родителей. Специалисты отдела опеки и попечительства при рассмотрении заявлений просчитывают все риски. В процессе сбора документов обязательным является прохождение психологических курсов. Они проходят на базе Центра ДАРК. По окончании всех процедур специалисты и потенциальные родители принимают решение, от которого зависит будущее ребенка. Ведь повторное возвращение в детское учреждение – это еще одна тяжелая травма. Я думаю, прежде всего, наверное, потенциальным родителям не надо торопиться с принятием такого решения. Лучше, наверное, прийти и посмотреть ребеночка в разных ситуациях, в занятиях, на прогулке, в общении со взрослым, на праздники, например, в каком-нибудь мероприятии, например, за пределами детского дома. Тогда, может быть, он как-то сможет проявить себя по-особому, по-настоящему. Кстати, в окружных законах фактически отсутствуют меры ответственности граждан за возврат детей. Этим вопросом сегодня занялись власти региона. Уже принято решение предусмотреть меры в отношении семей, которые возвращают детей после того, как взяли на себя обязательства по их воспитанию. Согласно законопроекту, такие семьи будут обязаны вернуть средства, которые они получили в качестве мер соцподдержки. Это субсидии на приобретение жилой площади, транспорта, мебели и на оплату текущего ремонта жилого помещения. Хотелось бы говорить о том, что детей вернули, исходя из того, чтобы получить деньги. Есть разные ситуации. Понятно, что ребенок приходит, можно сказать, в чужую семью. В том числе, там есть свои дети. Иногда они находят взаимопонимание. Много вопросов возникает. В каждом конкретном случае при установлении этой ответственности мы будем разбираться и смотреть. Важна на данном этапе постоянная психологическая поддержка приемных родителей и опекунов. Сопровождение семьи в сложный для них период может помочь пересмотреть решение об отказе. В скором времени в округе должны появиться узкие специалисты, которые будут непосредственно работать с семьями, желающими принять в свою семью ребенка или по каким-то причинам отказаться от него. И, как говорят социальные работники, возможно, тогда возвращаться в детские дома ребята больше не будут.